Трудящиеся Калиле с огромным воодушевлением встретили важнейшие программные документы на четвертый определяющий год пятилетки. В Петрозаводске на собрании актива партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций республики были приняты социалистические обязательства трудящихся Карелии по досрочному выполнению. Государственного плана на 1974 год. В своем выступлении член ЦК КПСС, первый секретарь Карельского обкома партии Иван Ильич Сенькин подчеркнул, что труженики республики сделают все необходимое для успешного претворения в жизнь этих высоких обязательств. Самоотверженным трудом отвечают на постановление партии правительства «Онежские тракторостроители». Открывая заводской митинг, секретарь парткома Анатолий Дмитриевич Вересов сказал... Центральный комитет обращается ко всей партии, ко всему советскому народу с призывом в 1974 году умножить трудовые усилия в борьбе за успешное претворение в жизнь решений 24-го съезда КПСС. Еще шире развернуть социалистическое соревнование за досрочное выполнение плановых заданий под лозунгом «Дать продукции больше, лучшего качества, с меньшими затратами». АПЛОДИСМЕНТЫ Выступавшие говорили о том, что сейчас на участках и в сменах рабочие изыскивают резервы повышения производительности труда. От имени коллектива завода с проектом социалистических обязательств выступил Владимир Иванович Меньков. Продолжая соревнования за коммунистическое отношение к труду, за высокую организацию труда и культуру производства, по примеру передовых предприятий страны, принимаем на себя новые встречные и социалистические обязательства на 1974 год. 1. План реализации продукции на 1974 год принять с увеличением на 3,8 млн рублей против установленного пятилетним планом и обеспечить его выполнение к 28 декабря 1974 года. Исходя из этого, выполнить пятилетний план по объему производства досрочно к 5 декабря 1975 года. Достигнуть уровня производительности труда запланировано на конец девятой пятилетки в первом квартале 1975 года. На 5 дней раньше срока получен чугун в новом литейном цехе Петрозаводского завода тяж-буммаж. Первая плавка поручена бригадиру, опытному литейщику Илье Николаевичу Купцову. В своем встречном плане машиностроители тяж-буммаж обязались досрочно освоить мощности первой очереди литейного производства. По традиции, в честь первой плавки отлита памятная медаль. На Сегерском целлюлозно-бумажном комбинате имени Ленина пущена 10-я бумагоделательная машина. Она смонтирована на 2,5 года раньше срока. Опробовать машину доверено бригаде старшего сеточника Анатолия Михайловича Калитина. Недавно ему присвоено звание Героя социалистического труда. Производительность 10-й машины, как и 9-й, пущенной в марте 72-го года, 110 тысяч тонн бумаги в год. А пока, сегодня, в половине пятого утра, первые метры бумаги. Ввод к строй действующих двух быстроходных бумагоделательных машин в Сегеже означает, что выполнена еще одна строка директив 24-го съезда партии. Человек, выросший в крестьянской семье, в деревне, не может не любить горячо всей душой природу, землю. Мы испокон веков крестьянствовали и гордимся этим. От земли наша сила. Так говорит о своей работе Александр Данилович Шаколин. Почти 30 лет назад ветеран войны, участник обороны Ленинграда, вернулся в родные края. Сегодня Александр Данилович один из лучших трактористов совхоза Сартовальской. И сыновья его ныне работают в совхозе. Трудом своим славится семья Шакольных. В прошлом году с полей, на которых работает Александр Данилович, собрали почти по 300 центнеров картофеля с гектара. И сейчас, на вывозке удобрений, его звено ежедневно перевыполняет нормы. За большие успехи, достигнутые во всесоюзном социалистическом соревновании, Александру Даниловичу Шаколину присвоено звание Героя социалистического труда. Председатель Президиума Верховного Совета Республики Павел Степанович Прокканен вручил ему орден Ленина и золотую медаль в серп и молот. Недавно симфоническому оркестру Карельского радиотелевидения исполнилось 40 лет. Этот коллектив хорошо знают в различных уголках республики. Оркестр исполняет лучшие произведения русской и зарубежной классики, знакомит слушателей с творчеством современных композиторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И па-па-па сыграйте в более даже может быть маркированно сейчас. Темпа прима. Раз, два, та. В юбилейные дни симфонический оркестр Карельского радиотелевидения награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета Республики. Звучит праздничная овертюра Дмитрия Шостаковича. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова